Привет! Если вы прилетели в Израиль, то, скорее всего, это будет третий терминал международного аэропорта, аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра Израиля. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что если у вас был негабаритный багаж, типа детской коляски, например, то найти его можно здесь. Пикап строллерс. Но это не точно. Возможно, ваша коляска будет в отделе багажа. Второе, туалет. Не знаю, как вам, но мне после полета всегда хочется как минимум помыть руки. Следующий зал – зона паспортного контроля. В Израиле основная масса паспортов биометрические, поэтому проверка паспортов проходит вот в таких автоматах. Особенность израильского контроля в том, что вместо штампа в паспорте вам выдается вот такой талончик, который является визой. Не догадываетесь, почему? Объясняю, чтобы вас не подставить. Вот представьте себе, что вы обыкновенный русский или американский турист, которому вам приспичило посетить Иран или Йемен. А в вашем паспорте стоит отметка, что год назад вы совершили паломничество в Израиль. Но вам же не нужны проблемы, правильно? Мы с лавливаете. Поэтому вместо штампа вы получите вот такую вот карточку, которая является визой. Кстати, сохраняйте ее, потому что если вы планируете в Израиле, как турист, снять гостиницу или машину, вам положена скидка в 17%. Воспользуйтесь ею. Кстати, обратите внимание, у туристов указана дата, до которой путешественник должен покинуть страну. Следующее, что бросается в глаза, вот такой стеклянный купол. Внизу зал вылета. Кстати, здесь на рекламе Йосиф Хадад, израильский блогер арабского происхождения, который ведет огромную просветительскую работу. Поинтересуйтесь. Идем по коридору. Когда-то это было самое волнительное место для меня. За окном было огромное панно с надписью «Добро пожаловать домой». В этом месте нужно вытереть слезы радости и волнения и поднять взор на стену впереди. Справа сверху мозаика с птицами, которая украшала пол одного из домов в Бэйдшиане. Это V-VI век нашей эры. На мозаике есть надпись на греческом, которая гласит «Будь благословен всякий входящий и выходящий». Слева – напольная мозаика из Бейт-Лехем в Галилее. На ней изображены виноградные лоза, птицы, животные и корзина с виноградом. Внизу – напольная мозаика из Кейсарии с геометрическим рисунком, животными и деревьями. В центре – женская фигура, которая держит корзину с фруктами. Ее имя на греческом – Калакерия, что означает изобилие и процветание. Теперь ответьте мне, что можно сказать о стране, которая вот так встречает своих гостей. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, в этом месте сделать это будет очень уместно. А еще поддержать канал, написав комментарий и лайкнув видео. Добро пожаловать в путешествие по Израилю! А мы продолжаем. Далее вы попадаете в зал выдачи багажа. Обратите внимание, что сбоку есть лента, где вы получаете негабаритный багаж. А теперь неприятный момент. Если вы не находите свой багаж, то вам нужно обратиться на стойку утерянного багажа – Lost and Found. Здесь оформят заявку на утерянный багаж, возьмут ваш адрес и доставят ваш багаж по указанному адресу в течение нескольких дней. Кстати, тащить на себе весь багаж совсем не обязательно. К вашим услугам тележка, которую можно взять, оставив в залог 10 шекелей. Получив багаж, вам нужно пройти через таможенный коридор. Красный – если вы везете товары, которые должны облагаться налогом. Зеленый – беспошлиный коридор. Кстати, не забудьте взять товары, купленные в зоне Tax-Free при вылете из Израиля, которые вы оставили на хранение. И, кстати, если вы надеялись купить цветы при встрече ваших родственников или друзей здесь, в аэропорту, не обольщайтесь. Потому что цветов может не быть. Все продано. Стойка пустая. Ну и поскольку поесть – это национальный вид спорта в Израиле, то здесь этого добра всегда полно. И цены вполне себе, как всегда. Ну, конечно, стоимость одной бутылочки маленькой – 11 шекелей – дороговато. За такую цену вы найдете большую бутылку в супере в городе. Но для аэропорта вполне себе приемлемо. Банкоматы, включая университеты, универсальный, в котором можно снять деньги с любой карточки. Аппарат пополнения карточки на общественный транспорт – РАФКАФ. Здесь же можно купить израильскую сим-карту. Ну, вот прямо за моей спиной находятся пункты проката машин. Кстати, говорят, что вот в этих вот застекленных штуках, зеркальных штуках, сидят снайперы. Не знаю, байкает или нет. Привет снайперам! А это платформа поезда. Отсюда можно уехать в Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу. Разумеется, с промежуточными остановками. Кстати, не вздумайте воспользоваться в Израиле Трэмпом. Есть авторизированные такси. Только такая услуга. На этом все. Всем пока. Самое интересное впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.